В соревновании Парапири среди девочек, несмотря на дружественную атмосферу царившего в дворце спорта Лобня, на дорожках была очень упорная борьба. Ни в одном из боев нельзя было предугадать результат. Лучше всех отфехтовавшая в группе Дарья Користова свой первый бой в Олимпийке проиграла Александра Шабуня, занявшая в итоге 16 место. А прошлогодняя бронзовая призерка Валерия Рассолова за вход в 8 проиграла Марии Багаевой. Багаева, дошедшая в итоге до полуфинала, и еще одна представительница Башкортостана Аделина Бегбулатова первыми вышли на подиум. Как обычно, тренеры не помогали соперницам из одного региона. Проигрывая к концу третьего периода 4 укола, Багаева сумела найти правильный подход к сопернице и перевести бой в дополнительный период, в котором нанесла решающий 12-й укол. Второй полуфинал развивался по тому же сценарию, что и предыдущий. Проигрывая 5 уколов меньше, чем за 1 минуту до конца, Александра Кораблина сумела нанести 3 точных укола, но большего Дарья Колоклова соперница не позволила и завершила бой со счетом 10-7. В финале Марии Багаевой пришлось нелегко, и навязать борьбу сопернице из Курской области ей не удалось. Дарья Колоклова, набравшая сумасшедший ход, со счетом 11-4 одержала столь долгожданную для себя победу. Это было очень волнительно, потому что я вообще, ну как, в прошлое соревнование полностью проиграла, ну там просто ужасно. И на эти соревнования очень серьезно готовилась, поэтому, я думаю, и заняла первое место. Я фехтовала с Сашей Кораблиной, это было, ну, в прошлом году, там я ей проиграла, и, ну, в этом году я уже знала, что с ней делать, поэтому все получилось. Конечно, все соперники сильные, все бои сильные. В финале у тебя была очень непростая соперница, но по счету так не скажешь, ты действительно настолько сильнее сейчас, чем Мария Багаева? Я думаю, да. После награждения тренер Дарьи не скрывал радости за свою подопечную. Я счастлив и очень рад. Эмоций нет, уже не осталось. Очень тяжелые бои, я очень рад. Задашу Колоклу, она давно хотела, стремилась, мы вместе готовились к этому турниру, и я счастлив. Сегодня лучшее фехтование, которое я видел. Кроме одного боя, когда она фехтовала Зверевой, очень сильная спортсменка из Москвы, и она вытянула этот бой, и потом уже она поняла все уверенности и выиграла эти соревнования. Какие теперь новые вершины будете покорять? Конечно, попадание в сборную команду страны. А на первенстве России в Сочи они планируют участвовать? Надеюсь, что она попадет сначала в команду Курской области. Конечно, хотим. Спасибо всем девчонкам за то, что подарили такой интересный соревновательный день, и ждем завтра того же самого от юных реперистов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!